Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки и рыбового ловли. В сегодняшнем видеообзоре хотел бы рассказать вам по поводу такой вещи, как электронные светлячки. В последнее время, буквально года 2-3 назад, начали появляться в продаже, а точнее в комплекте вместе с обычными бубенчиками, начали выдавать вот такие бубенчики, все знают, особенно доночники, которые ловят. Начали выдавать вот такие вот электронные штучки, называются они электронные светлячки. В первое время я к ним относился очень и очень осторожно, то есть брал, конечно, в принципе, как говорится, на халяву, все равно идут в комплекте. Вот, весь смысл того, что они электронные, то есть они работают от батарейки, там стоит светодиодик, ну и, соответственно, бывают они двух категорий, ну, по крайней мере, мне встречались, это красная и зеленая. Горят они здорово, довольно-таки долго светятся, вот. И первые рыбалки брал я их, брал и использовал, в принципе, было удивительно. Конечно, ловил, основная у меня была вот night flight, немецкие, светлячки 4,5, самая распространенная у доночников, вот такие светлячки. Ну, всем знакомы, все знают, светлячки как светлячки. Ну, это самое лучшее среди всех, вот, по личному опыту могу порекомендовать, то будет ловить или пробует ловить в ночное время. Вот этих хватает светлячков где-то часов на 20. Вот. Осенью, весной здорово на них ловить, ярко светит, хорошо светит, дождь, не дождь, ничего им не страшно. Вот, теперь вернемся к нашим светлячкам. Для того, чтобы активировать этот светлячок, вот этот, надо развернуть его, соответственно. Здесь стоят вот такие две батарейки. То есть их надо поменять полярность. Грубо говоря, их надо перевернуть. Так, упала у меня батарейка. Потерял я батарейку? Ну, да ладно, не страшно. Берется вот эта вот штука, переворачиваются батарейки, они здесь вот такие вот маленькие, вот батарейка. Переворачивается, меняете полярность, ставите вот этой штукой, лицевой части, вниз. И вот это сверху у вас получается. И контакт, то есть вынули, перевернули, запихнули, закрутили, и вот так вот они начинают светиться. Здесь стоит резинка водонепроницаемая. Ну, она действительно водонепроницаемая, как бы было для меня удивительно, то, что действительно ловил, попадал я и в дождь, ловил я на них, вот. Ставил я их в дождь. Вот, ставил я их на донке. И да, действительно светил, да, ничего, сбоев не дают, нормально. То есть вот сейчас, на данный момент я нахожусь на оке, и вот расставляю, грубо говоря. Ну, по цветовой гамме, самые дальние ставлю, более едкие, красные, чтобы в ночное время было, как сдуло, лучше видно. Ставятся они вот сюда, вот здесь это отверстие такое есть специальное. Ставятся они под это отверстие. Это отверстие ровно четыре с половиной миллиметра. Поставили, и поставили сюда. Все. Они у вас вот так находятся. Даже если они падают у вас в воду, им вода, в принципе, даже и ничего не бывает. То есть они светятся под водой, и все нормально. Боятся и переживают за них особо и не надо. В принципе, бессмысленно. Молодая не попадает, и довольно-таки здорово светит. Вот эти светлячки хватает где-то часов на 12 работы. То есть поменяли, поставили. Пазик. Закрепили. Поставили вот сюда. Все. Вот так вот здорово видно их. В течение ночи видно. То есть я слева от своего лагеря ставлю красный. Справа от своего лагеря ставлю зеленый. Вот. Можно чередовать, но кому как удобнее. В принципе, все. Обзор и обзор. Тут ничего, особо больше ничего говорить не буду. Те, кто будет пользоваться, в принципе, советую. Берите. Ничего там плохого нет. Ну, на запас можно, конечно, взять обычных светлячков. Химических. Вот. Тоже будет нормально. Все. Всем удачи. Всем удачных рыбалок. Подписывайтесь на канал. Смотрите новые видео. Ставьте лайки. Всем удачи. И хваста.